Прежде чем начать видео, друзья, хочу уведомить вас о том, что мы докупаем две очень крутые аналитики в нашу группу. Как вы знаете, я постоянно занимаюсь тем, что ищу такие аналитики, изучаю их и решаю, стоит ли их покупать или нет. Во-первых, это Кейси Ресёч. Эти ребята занимаются поиском микромонет с очень крутыми перспективами огромных иксов в долгосрочной перспективе, а также ещё одну аналитику от Палм Бич. С этими товарищами мы уже знакомы и прошли через несколько их пампов. На этот раз я хочу купить ту их аналитику, которая отвечает за поиск хорошего пассивного дохода на криптовалюте. Мы уже немного экспериментировали в этой сфере, когда получали пассивный доход на Пунди Икс. Так как собирать с людей, которые и так уже получили доступ к группе за свои кровные, я не могу, я решил попросить у вас помощи совершить эти две покупки. Соответственно, ваше участие это не только эти две аналитики. Вы получите целый ряд профессиональной аналитики, которую мы уже купили, и на которые мы в суммарности потратили 40 тысяч долларов. Просто вдумайтесь в эту цифру. Также вы получите крутую атмосферу, которая настолько крута, что ребята делятся купленными собственноручно курсами. Это практически всё, что можно найти на русскоязычном пространстве, включая всем известных в криптовалютных кругах людей. Ну вы знаете, о ком я говорю. Также это постоянная взаимопомощь и выручка. Люди постоянно помогают друг другу решать различные вопросы, связанные с инвестированием и трейдингом. А также, конечно же, это возможность пообщаться со мной лично, тет-а-тет. К каждому человеку я по мере возможностей выделяю время. Поэтому эта группа для меня уже что-то вроде большой семьи. И думаю, для многих так же, учитывая результаты этого опроса. Короче, если ты будешь пользоваться этой информацией всеми представленными мной и уже существующими участниками возможностями, то купишься уже даже в самом ленивом варианте в течение трёх месяцев. Но ты же не будешь лениться, правда? Набирать людей я буду в течение семи дней, далее доступ будет закрыт. Поэтому все, кто спрашивал, как ко мне попасть, вот вам инструкция. Ссылка на неё будет в описании под видео. Также там написано, как удобнее всего выполнить некоторые пункты. Обязательно потом напиши мне в ВК, ссылка тоже будет в инструкции. Ну и конечно же в Телеграме группа тоже есть. И закрытый чат, и вся остальная движуха. Кстати, в комментариях под этим постом на Телетайпе работает какой-то фейк, который пытается выманить у вас деньги. Так что осторожнее с этим. Официальные реквизиты указаны только в посте, я их не кидаю в комментарии. Всё, жду всех заинтересованных с нетерпением, будем с вами работать и знакомиться. А теперь видео, поехали. Всем привет, ребят, меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за то, что остаётесь со мной и позволяете иногда позаниматься творчеством. Я не особо люблю делать подобного плана ролики, так как уже существует целый ряд трейдеров на Ютубе, которые это делают. Да и тематика моего канала не совсем по трейдингу. Но сегодня я решил сделать исключение, потому что у меня такое настроение. Будет интересно, но долго. Поэтому открывайте пачку печенья, наливайте чай и поехали. Рыночная капитализация снова подбирается к отметке в 300 миллиардов долларов. А биткоин торгуется на отметках в 10700. Это его четырёхчасовой график. Как красиво сейчас 50-дневка поддерживает свечи. А сверху мы видим, как цена пыталась пробивать сопротивление. Тоже уровень очень красиво отрабатывает. А теперь я скажу совершенно пугающую и, возможно, странную вещь. Да, альткоины желают увидеть откат биткоина в этот момент. Для них это будет позитивный знак. На часовике, тем не менее, виднеется что-то похожее на перевёрнутые голову и плечи. Однако об окончательном формировании этой фигуры можно будет говорить только после пробития ценой шеи, как показано на схеме. Исходя из этой фигуры, её целью должна быть цена около 12300 долларов. Есть такая вероятность, учитывая, что вот этот провал здесь явно был не просто так. Этот провал собрал немало стопов, прежде чем отправиться рисовать второе плечо. По идее, крупный игрок делал это не просто так, а с целью после этого поднять цену. Ну, чтобы заработать. Давайте ещё больше углубимся в идеи, которые этот график может нам показать. К примеру, вы логично можете спросить, как вообще определить цели ценового движения в паттерне перевёрнутая голова и плечи. Откуда вообще взялась цифра в 12300 долларов? Всё достаточно просто. Мы берём вот это расстояние от линии шеи до самого конца головы. И потом передвигаем это расстояние наверх. Это и даёт нам понимание того, куда приблизительно движется цена. Давайте перейдём к альткоинам. Я покажу вам пару не очень популярных альтов, которые, по идее, должны показывать себя хорошо, если поведение биткоина останется таким же, каким оно было. Во-первых, это Metal MLT против биткоина. Здесь интересная ситуация. Как мы видим, он находился в падающем тренде, но сейчас обнаружил некую поддержку. Я её обозначил зелёной линией. В цене в этом моменте произошёл сквиз. Она пробила нисходящий прямоугольник и идеально движется, отталкиваясь от новой линии поддержки. Это видно потому, что каждый низ теперь находится выше предыдущего. Потенциально можно откупать каждый раз этот всё более высокий низ и не забывать ставить стоп-лосс чуть ниже зоны покупки. Далее у нас кардана или ада по отношению к биткоину. Здесь мы наблюдаем перевёрнутую голову и плечи. Части фигуры я обозначил стрелочками. В случае пробития линии шеи цель 647 Сатоши. То, что мы видим на этом графике и других похожих, это паттерны, которые формируют дно. Это теория. Эти фигуры формируют как минимум локальное дно актива, от которого можно рассматривать покупки, особенно на пробитиях шеи. Пробития шеи должны сопровождаться повышенным объёмом на покупку. Однако, предупреждаю сразу, не знаете где и как ставить стоп-лосс или как купить на пробое, лучше сюда не лезьте. Это очень опасно. Следующий график это REN против BTC. Очень хорошо эта монета себя показала по отношению к биткоину в последнее время. За пару дней REN вырос на 56%, от 606 Сатоши до 943 на пике. Но я решил показать вам его не только поэтому. Мне сейчас нравится вот этот коридор. Если что, свечи часовые. Посмотрите, как он красиво отрабатывает. Это идеальный скальпинг. Я слежу за REN уже сейчас, потому что ожидаю очередной откат от пика и хочу как-нибудь его подобрать. Надеюсь, я успею ещё поскальпить на REN, и он даст мне эту возможность. Уж очень он симпатично выглядит. Давайте изучим ещё одну интересную фигуру. Называется она перевёрнутая комплексная голова и плечи. Это значит, что у вас может быть несколько плеч. Этакий мутант получается. На данном примере два правых плеча, два левых плеча, голова и линия шеи. Если вы видите такой паттерн на графике, это значит, что актив образовывает своё локальное дно. А значит, это сигнал к бычьему развороту. То есть, нисходящий тренд сменяется восходящим. Конечно, в теории это всегда будет идеальная фигура, но на практике она будет искажаться. Всем понятно, почему. Вот вам пример на графике. Снова REN по отношению к биткоину. Два левых плеча, два правых плеча, голова и линия шеи. В теории эта фигура должна была закончиться ростом на высоту от дна головы до линии шеи. Так и произошло. Конечно, не на 100% точно, но почти идеально. Потом ещё и линия сопротивления пробила, но это уже другая история. Очень важно, чтобы момент завершения отрисовки фигуры сопровождался большими объёмами на покупку. В таком случае можно покупать на пробое линии шеи со стоплосом чуть ниже. Но нужно помнить, что на практике эти паттерны не идеальны настолько же, как в теории. Поэтому всегда есть вероятность, что вы будете пытаться купить на несостоявшемся пробое этой линии сопротивления. Например, вот здесь, здесь и здесь. Много раз курс пробовал пробивать этот уровень, но не получилось. И каждый раз, если бы вы здесь покупали и потом фиксировали убыток, вы бы теряли деньги. Что не есть хорошо. Перейдём к графику капитализации альткоинов. Это график всех криптовалют, кроме биткоина. Очевидно. Тут картина меняется, и это чётко видно. График выбился из бесконечно падающего тренда вот здесь. И это очень хороший знак для альткоинов за последнее время. Нисходящий тренд сменяется восходящим. И снова мы видим серию низов, причём каждый низ выше предыдущего. Похоже, это действительно восходящий тренд для общей капитализации альткоинов. Соответственно, для альтов это очень хорошо. Ещё интересно заметить вот этот уровень. От него цена перед этим отталкивалась вниз, но в конце концов закрепилась над ним. Это называется SR Flip или Support Resistance Flip. То есть, когда предыдущий уровень сопротивления становится сильным уровнем поддержки. Либо же предыдущий уровень поддержки становится сильным уровнем сопротивления. Опять же, это теория. Вот самый простой пример, где долгое время поддержка отрабатывала. Потом этот уровень сломали, и в дальнейшем цена отталкивалась от него уже снизу. Соответственно, поддержка превратилась в сопротивление. У нас же ситуация по капитализации альтов другая. Мы видим, как график отталкивался от этой линии сопротивления долгое время. Потом сопротивление не справилось и превратилось в поддержку. Сейчас график удерживается над этой линией и продолжает рисовать всё более высокие низы. Однако стоит учитывать вероятность ложного пробоя, ведь ретеста у нас ещё не было. Если эта поддержка оправдает себя, то для меня это лично означает окончательный перелом тренда в альткоинах. Я, конечно, не говорю, что вы прямо завтра сделаете 10 иксов. Я хочу просто донести эту мысль, что тренд меняется. И это очевидно. Доминирование биткоина растёт. Растёт или выросло? В этих глаголах кроется большая разница. Если открыть график доминирования биткоина на рынке, то можно увидеть формирование паттерна голова и плечи, где уровень шеи находится приблизительно на отметке в 67%. Я стрелочками указал на части этой фигуры. Если формирование фигуры завершится, а для этого нужно пробить линию шеи, то целью биткоина будет доминирование на уровне 65,2%. Такой откат будет очень большим толчком для альткоинов. Потенциально это тоже хороший знак для альтов. Как вы видите, уже накопилось очень много таких индикаторов, которые указывают на то, что альткоины скоро дадут жару. И возможно это случится уже осенью. Но если биткоин вдруг начнут сильно пампить, либо же наоборот очень резко топить, картина может измениться. Это очевидно всем. И все эти выводы подходят только для такого биткоина, каким мы видим его сегодня. На этом у меня все. Все полезные ссылки будут в описании под видео. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. А я пошел спать, потому что не сплю уже более двух суток. Увидимся завтра. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok